Представляете, насколько это всё ценно, насколько это важно? То есть существует правило общения с Ведами. Веды — это не просто книги, это тот источник, через который мы можем соприкоснуться с неизмеримыми Знаниями. То есть существуют специальные обряды, ритуалы, как взаимодействовать с Ведами, с Ведическими Писаниями. И если это всё соблюдать, то они начинают раскрываться. Если это не входить в эту традицию, то это будет простая литература. Можно читать, но ничего не понимать. То есть это одна из священных вещей, которая нам необходима для полноценной эволюции. Если мы будем правильно Ведами пользоваться, они начнут перед нами раскрываться. И только тогда у нас будет осознанная жизнь. Если мы будем жить бессознательно, как сейчас большинство людей в мире живёт, то мы просто разрушаем вокруг себя природу. Как, например, можно у матери грудь сосать и питаться молоком, точно так же мы можем пользоваться природой. И она нас будет кормить и делать всё необходимо, чтобы мы полноценно эволюционно развивались. Но можно не сосать молоко у матери, а пытаться грызть грудь, то есть питаться мясом. Естественно, мать по губам надаёт и такому ребёнку. Вот сейчас современная цивилизация как раз стоит на том уровне предели уже, когда мы уже перепилили сух, на котором сидим. Об этом все говорят. Говорят социологи, говорят генетики, говорят политики, экологи. То есть все говорят, что мы уже подошли к коллапсу. То есть скоро нам по губам надают. Так вот, чтобы нам не сильно надавали по губам, нужно осознать, что нужно питаться молоком матери, а не грызгнуть.